МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глядя на яркие, брыжущие весельем полотна художника Филиппа Малявина, трудно представить, что свою карьеру он начинал как иконописец, который волей случая получил возможность стать живописцем. С вами программа «Русская культура. Истории О». Филипп Андреевич Малявин родился в небогатой крестьянской семье и уже с детства проявил недюжинные способности. Лепил из глины, вырезал фигурки из дерева, но больше всего любил рисовать, используя для этого обычные угли. А еще он любил ходить в церковь и слушать колокольный звон. Уже в зрелом возрасте Малявин вспоминал. Церковь меня всегда к себе привлекала и тянула. И я всегда, всегда смотрел на ее купола, луковицы, и необыкновенно был рад, когда слышал звон, в особенности в большие праздники. Еще рано, рано слышишь первый удар, а затем звон, и когда видишь, все крестятся. И мне казалось, за этим звоном далеко-далеко есть что-то другое, хорошее и чудесное. Поэтому нет ничего удивительного, что в 16 лет он со знакомым монахом отправился в далекую Грецию, чтобы учиться иконописи в Афонском православном монастыре святого Пантелеймона. Освоение основ иконописи не заняло много времени. Юноша был даровит и старателен, но затем начались проблемы. Юный иконописец перестал точно следовать образцам, пытаясь писать иконы по-своему, что, естественно, не встречало одобрения монастырского руководства. Кстати, монахом он не стал, оставаясь послушником. Поэтому, когда подошел призывной возраст, его вызвали в Бузулук, где он состоял на воинском учете для призыва на срочную службу. Но в солдаты Малявин так и не попал. Начальник, руководивший призывом в Бузулуке, попросил Филиппа написать картину с лошадьми. Результат явно превзошел его ожидания. В благодарность он оформил Малявину документы об освобождении от службы и отправил обратно на Афон. Филипп Андреевич Малявин – это имя известно в истории не только русского искусства, но и современного. Его работы очень востребованы практически на всех мировых аукционах русской живописи. С этим художником связаны более 20 лет рязанской истории. Молодой выпускник Петербургской академии художеств, снискавший уже славу за рубежом, в 1899 году он подал одну из своих работ по совету своего учителя Ильи Ефимовича Репина на международную выставку в Париже. И на этой выставке произошел фурор. Имя никому неизвестного студента Петербургской академии стало известно всем, потому что его работа, картина «Смех», завоевала Гран-при. Она была закуплена в Венецианском музее современного искусства, где находится и поныне. А имя молодого студента, даже еще не выпускника, а только дипломника Петербургской академии, стало растиражировано многочисленными зданиями, послужило такой скандальной славе молодому живописцу. Его преподаватели, профессора Петербургской академии, не хотели давать звание художника молодому нашумевшему мастеру, поскольку были несогласны с его искусством. Но, тем не менее, настоятельная просьба Репина и успех на Парижской всемирной выставке сделали свое дело. Возможно, Филипп со временем постригся бы в монахии и продолжал писать иконы, но в его судьбу вмешался случай. Путешествовавший по Греции скульптор Владимир Беклемешев увидел этюды и рисунки молодого иконописца и сразу же понял, что их автор, несомненно, талантлив и может вырасти в прекрасного живописца. Беклемешев буквально настоял, чтобы Малявин ехал к нему в Петербург, пообещав помощь в поступлении в Академию художеств. Маститый скульптор и на самом деле помог Малявину в 1892 году сдать экзамены и стать вольнослушателем живописного отделения Академии. Он даже выхлопотал своему протеже стипендию. Позднее Беклемешев вспоминал об этом времени. Интересный юноша был Ф.А. Малявин. Одаренный недюжинным умом, пытливым умом. Он вместе с тем в жизни был совершенным ребенком. Приходилось всему его учить с азов. Надо было отучать и от всех монастырских навыков. К счастью, Малявину повезло с учителями. Он занимался в мастерской Репина, который помог раскрыться таланту юного живописца. Вскоре Ф.А. Малявин стал выставлять на выставках вполне зрелые жанровые работы и портреты, некоторые из которых приобрел для своей галереи третьяков. А это уже показатель мастерства, о чем не приминули упомянуть в газетах. В качестве конкурсной выпускной картины Малявин представил полотно «Смех», отличающееся ярким колоритом и темпераментной манерой письма. Картина вызвала шквал откликов и споров. Одни ее вдохновенно хвалили, другие яростно ругали. Известный художник Бенуа так отозвался о появлении этой работы на академической выставке. Самое главное явление на выставке и в чисто художественном отношении единственное – картины. Или, вернее, картина господина Малявина. Слава Богу, на нем можно отдохнуть. Вот, наконец, талант. Не обутый в китайские башмачки, бодрый и весело, расхаживающий. Между тем, Совет Академии эту картину отверг, присвоив Малявину звание художника за серию портретов. Репин, всячески поддерживавший своего ученика, вспоминал. По поводу академических выпусков теперь была у нас бурная баталия из-за Малявина. Этот неукротимый, блестящий талант совсем ослепил наших академиков. Старички потеряли последние крохи зрения, а вместе с этим последние крохи своего авторитета у молодежи. Старая история. Рутинеры торжествуют свое убожество. Любопытно, что на следующий год эту картину отправили на Всемирную выставку в Париж, где Малявинский смех был восторженно принят и коллегами по творчеству, и зрителями. Интересно бы узнать, как реагировали академические профессоры, когда отвергнутая ими работа была удостоена золотой медали Всемирной выставки. Затем с триумфом экспонировалась в Венеции, где была приобретена для Музея современного искусства. Поездка молодого художника в 1900 году со своими работами за границу оказалась весьма успешной, в том числе и в финансовом плане. Малявин становится выпускником, получает диплом со званием художника, а на деньги, которые он получил за свою картину, он приобретает имение в Рязанской губернии. Мы даже знаем имя купца Синельникова, у которого было приобретено имение, в деревушке Аксинина, недалеко от станции Денежникова. Здесь Малявин поступил очень мудро, поскольку он, будучи крестьянином по происхождению, решил обосноваться в тиши, вдали от столичной жизни, но в то же время быть близким к ней, чтобы продолжать писать свои работы, выставляться, ездить в Москву и в Петербург. Друзья, как раз вот Рязанская деревня подходила здесь лучше всего. Он отстраивается, строит себе двухэтажный дом с мастерской, и в этой деревне Аксинина прошло более 20 лет. Малявин стал очень известным художником, он участвовал практически во всех выставках Москвы и Петербурга, удостоился упоминаний в прессе. А в 1918 году он переезжает в город Рязань. Здесь он становится одним из первых педагогов нынешнего Рязанского художественного училища, тогда свободных художественных мастерских. Он живет в небольшом домике на углу нынешних улиц Горького и Свободы, продолжает писать и в 1919 году устраивает свою единственную и первую большую персональную выставку в России, именно в нашем городе, в Рязани. Его выставку посетило очень много рязанских жителей, были как восторженные, так и неготующие отзывы о творчестве художника, потому что его искусство действительно не всегда принималось сразу. Оно не всегда и не всем было понятно, потому что Малявин прежде всего художник Серебряного века. Это время поисков в искусстве, это время новых путей, каких-то неожиданных находок, ракурсов. Малявин называют экспрессионистом, называют художником эпохи модерна. Действительно, в его образах крестьянских, по сути, проскальзывает то глубинное настроение, как бы нарождающегося бунта, поскольку Малявин был крестьянином. Он чувствовал и знал народ изнутри. И, живя в деревне, в глубинке рязанской, он чувствовал то, что назревает в недрах деревни накануне революции. Написанные художником портреты и картины с крестьянками, зачаровывавшие зрителей буйством красок, пользовались большой популярностью и регулярно выставлялись на выставках товарищества передвижников, мира искусства, союза русских художников. В 1918 году Малявину пришлось из усадьбы переехать в Рязань, где прошла его первая персональная выставка, а затем он уехал в Москву. Имя художника-модерниста Филиппа Малявина уже среди его современников вызывало либо восхищение, либо возмущение. Самые яркие работы, портреты крестьянок, были написаны им именно в рязанский период творчества. Их так и называют – «Малявинские бабы и девки». Редкие для кисти Малявина портреты мужчин можно по сей день увидеть в стенах Рязанского художественного музея. То, что в нашем музее хранятся два мужских портрета, это достаточно редкий для художника жанр, поскольку мужских портретов он писал очень мало. Как-то вот считал, что женщина красивее, ярче, наряднее и гораздо лучше выражает вот эту народную душу. Портрет «Старику очага», написанных в 1915 году, это как раз один из тех образов оксининских крестьян, когда художник сознательно выбирает такой формат больше человеческого роста, укрупнённых лиц. Это, в общем-то, особенность искусства модерна. Искажу на несколько черты лица, вот этот контраст цветовых пятен «Старику очага», вот это нагнетающее ощущение действительно чего-то грозного, какой-то мощной силы, которая назревает, которая впоследствии прорывается вот в этот бунт русский, бессмысленный, беспощадный, как мы знаем. Он здесь очень хорошо передан, такой некой загадочности какой-то первобытной даже, что-то вот такое сакральное просматривается в образе этого старика. «Картинно-мужской портрет», написанных в 1916 году, практически в одно и то же время в деревне Аксинина, поступила к нам уже после войны из Министерства культуры с легендой, что это портрет Григория Распутина, всесильного временщика России начала XX века. Действительно, на фотографических портретах Распутина есть очень много общего с этим персонажем. Но всё-таки местные краеведы, особенно один из авторов монографии о Малявине, учитель из села Аксинина Осипов, в своё время произвёл точное очень изыскание и установил, что всё-таки изображён здесь один из мужиков деревни Аксинина. Вот такой тип, немножко мрачноватый, такой активно тёмный, присутствовал как раз, и до сих пор, говорят, присутствует среди жителей деревни Аксинина. Очевидно, сказалось очень сильно татаро-монгольское иго, которое, как мы знаем, прошлось по Рижанской земле. Ну, а этот портрет, это свидетельство как раз вот тех колористических изысканий мастера, его технологических каких-то приёмов. В эти годы он пишет на больших листах холста, не оставляя незакрашенным, оставляя лишь тёмным фон, вот эта пастозная, сочная кисть, удар, который просто чувствуется на холсте, она оставляет ощущение напряжённости, какой-то особой взволнованности, особой экспрессии. Ну, не случайно многие исследования называют Малявина экспрессионистом, потому что действительно вот в этих работах, выполненных в начале 20 века, конечно, Малявин был не чужд новейшим исканием в истории и теории изобразительного искусства. Он много смотрел, многому учился, легко очень схватывал какие-то новые веяния и воплощал их в своём творчестве. С 1922 года художник жил во Франции. Он много работал, писал портреты из своих знаменитых русских баб, но из его картин постепенно уходила была и лёгкость кисти. Он это понимал и с горечью говорил, вне Родины нет искусства. Понимали это и его друзья. Пожалуй, наиболее точно это выразил Фёдор Шаляпин. Малюет он и сейчас неплохо, да только все его сарафаны полиняли, а бабы сделались какими-то тощими, с постными лицами. Видно, его сможет освежить только воздух родных полей и больше ничто. В коллекции нашего музея хранятся также графические работы Малявина. Это подготовительные рисунки крестьянок, девушек и женщин, выполненных именно в деревне Аксинина, выполненных в такой его характерной малявинской манере. Он писал особым плотницким карандашом с широким очень лезвием, который позволял делать как тонкие, так и широкие штрихи. Очень энергично, очень размашисто, очень узнаваемо. В наши дни работы художника находятся во многих музеях и частных коллекциях по всему миру. Интерес к творчеству Филиппа Малявина не угас. Его яркие, брыжущие весельем картины продолжают радовать зрителей и напоминать об особой национальной русской культуре. Редактор субтитров А.Семкин